Лифт, наверное, это самое главное для наших детей, очень важный объект строительства. Директор интерната номер 5 не без гордости показывает местного новичка. Лифт для этого учебного заведения нужен как воздух. Долгие годы дети с ДЦП вынуждены были невероятными усилиями добираться до второго этажа по лестнице. И скоро этим мучениям придет конец. Ход будет внутри, конечно же, с коридора первого и второго этажа. Это будет для детей утепленный лифт. Это, повторяю, будет, конечно, комфортно, самое главное, удобно для наших детей. Но на этом приятные новости для учеников не заканчиваются. Очевидно, 1 сентября многие из них не узнают свой родной интернат. На данный момент ведутся работы. Это капитальный ремонт крыши, замена несущей конструкции крыши, изменение структуры фасада полностью. Здесь будет фасад с подсистемой и металлосайдинг. Директор школы поделился, что такого масштабного ремонта стены интерната не видели с момента основания. То есть 1938 года ждет детей еще один подарок. На территории школы-интерната все гремит, стучит, работает спецтехника. К примеру, сейчас за моей спиной работают тракторы, а не ровняют стадионы. Уже совсем скоро, к августу, здесь появится спортивная площадка с мягким покрытием, о которой раньше здесь могли только мечтать. По предварительным подсчетам на преображение интерната уйдет около 30 миллионов рублей. И министр образования сообщил, что это лишь небольшая толика тех средств, которые сейчас осваивают по всей области. Мы сегодня миллиард 600 тратим на ремонт детских образовательных организаций, 500 миллионов на ремонт школ, порядка 150 миллионов на ремонт подведомственных организаций, министерства образования 100 миллионов. Это на технику безопасности и вообще обеспечение безопасности образовательного учреждения. В новом облике школа-интернат откроет свои двери уже 1 сентября. Но прежде учеников ждет еще одна приятная миссия. Деньги, собранные в ходе благотворительного спектакля, обыкновенное чудо направили на оздоровление детей с ДЦП. 6 августа группа ребят, которые обучаются в этом образовательном учреждении вместе с родителями, поедут в Крым, путевки куплены, билеты тоже. Поэтому мне остается только пожелать им хорошего, плодотворного отдыха. Тем более, очень нужно для этой категории ребят. Яна Корчик, Константин Воробьев. Наше время.